Пионеры с барабаном, стягом и у червоных гальштуках. Ранее такие скульптуры можно было убажить не только на улицах городов, а и у тех же оздоровленных лагерях. Так само, да речи пионерских, зараз только в музее. Об массовости пионерской организации и относительно до ее сбоку тагочастного кировничества можно мерковать по таких фактах. За 1937 года Палац Пионеров находился у самом пригожем боденку Гомеля, Палаце Румянцев-Паскевичев, який заявляется помником архитектуры. У розные часы, у куртках, секциях и ансамблях тут одночасово займались до двух с половой тысяч школьников. Прикольно, у той же час пионерской организацией Гомеля был передаденный и городский сад, любимое место от починку же хоров. На овоходах поставили скульптуры пионеров, а сам сад до 2009 года назывался пионерским сквером. Работе с детьми у организаций Увогли надавался великая увага, причем тычалось это у всех сфер, починаючи от оздоровления, в усилеке праздниками мерковать по кадрах кинокроники. Давайте познайомимся. Мое имя Вертлана Паулюченко. Мы с собровками живем в Гомеляхе, и в каждую рамку ходим в пионерский лагерь. Так-так, ненавито ходим, потому что лагерь размещен неподалеку от дома, в городском детячем парке. Лагерьный день начинается урочистой гейкой, уздымом стяга. Одновленная Белорусская Республиканская Пионерская Организация ведет от них свою историю с вересня 1990 года, когда было принято решение о построении самостоинного субъекта Международного союза детячих громадских объединений, что, до речи, только повысило потребование до якости работы. У первой Гомельской средней школы до юбилея организации распространяли целую программу, а либо, дай, самая амбициозная задача – выиграть Республиканский конкурс Пионер Года, уделу, яким ранее, тут николи не примали. Дети этого еще не видели, ни разу на подобные конкурсы мы не ходили, именно связанные с пионерией, но детям очень нравится, у них есть настоящая дружина, а это самое главное. Сбор макулатуры и металлолома, допамога выхванцам детячих домов и состарелам, посадка древ и доброупорядкование территорий – это только некоторые мероприемства, у которых примают удел сучастные пионеры Гомельской области. Они не такие, как их попередники и информационными технологиями володуюсь, и чашлизинком займаются, и церкву наведуясь, что в свою чаргу диктует необходность к пошуку новых подоходов у работе со школьниками. Але одно при этом застаётся неизменным. Пионерские справы повинны быть текавыми, перш за все самим пионером. Готовим мероприятие, которое не просто будет для галочки или для того, чтобы мы где-то написали в отчет, а чтобы оно действительно было нужное детям, интересное детям, и чтобы дети после нас остались в хороших впечатлениях и надолго-долго сохранили это в своей памяти. Аликсин Чуро, Йоген Макеинка, Теллерадо Компания Гомин.